Всем привет, ребятки! В этом ролике я вам расскажу, куда пропала как бы М5, куда пропал мой газон, потому что на стриме в последнее время было очень много вопросов, и многие просто не видели стрим, не видели, что происходило. В этом ролике вы, в принципе, всё знаете. Я не знаю, как я назову этот ролик, но суть в том, что М5 в ГОСе, Газон в ГОСе. То есть этих машин у меня больше нету, и их нету на сервере. И сегодня вы об этом всё подробно узнаете и увидите. От вас, на самом деле, хотелось бы увидеть максимальную активность, потому что, ну, это жёсткий реально видос. Такого, в принципе, я думаю, никто не делал на мазинге. Этот ролик реально заслуживает вашего внимания и вашего лайка. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, и я вам буду максимально благодарен. А для тех, кто только начинает, есть мой промокод, вводите, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Мой вам, ребятки, совет посмотреть это видео от начала до конца, чтобы ничего не упустить, чтобы потом у вас после просмотра ролика не было вопросов. Я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, давайте начнём с предыстории, чтобы вы понимали вообще, в чём суть данного ролика и как вообще так получилось. Получается, я приобрёл себе СТО буквально недавно, меньше месяца назад, у моего друга Максима, он же Америкос, за 5 миллиардов рублей. Сразу я ему отдал 3,3 миллиарда, и ещё 1,7 миллиарда я, получается, ему должен. Я дал ему потом ещё 130 миллионов, получается, 31 августа, в последний день лета, я стримил вечером, и Максим зашёл ко мне на стрим. И была такая тема, то, что я на стриме говорил, то, что я готов продать М-5 за 500 миллионов, чисто ради того, чтобы быстрее отдать долг Максиму. И тут заходит Максим, говорит то, что давай у тебя за 500 граммов заберу М-5. Я долг как бы ломался, где-то, наверное, полчаса, и потом ему говорю, давай ты её заберёшь за 570 миллионов, потому что у меня был долг 1 миллиард 570 миллионов. И я так подумал, то, что пусть он забирает её за 570, чтобы я остался был должен ровно 1 миллиард. В итоге Максим как бы согласился и забрал мою М-5. Но потом произошло то, чего я не мог просто ожидать. Он просто поехал и сыр её в порт. Я реально думал до последнего, то, что он это не сделал. Но потом, когда он мне показал откат, я просто охренел. Он просто 500 миллионов как бы просрал, можно сказать. Ну, как вы знаете, Максим это топовый донатер, очень много задонил, там больше миллиона. Скорее всего, ему просто пофиг, он решил сделать как бы контент. Но на этом всё как бы не закончилось, ребятки. Он решил, получается, забрать у меня и газон. Он говорит, давай заберу газон за 300 миллионов. Я так подумал, то, что как бы я ему сейчас отдам газон, это минус ещё 300 миллионов из долга. То есть, именно эти деньги он считывал с долга. Он не давал мне эти деньги, чтобы вы как бы немножко не путали. То есть, я ему был должен и он эти деньги списывал с долга. По итогу получается то, что он слил 2 топовых автомобиля на фулл зелёном ПТС. То есть, газон был фулл зелёный на стробоскопах. И М-5 также была фулл зелёной на стробоскопах. Сама суть в том, то, что Максим взял и слил в гос 2 машины стоимостью, ну, 800 миллионов. А так, эти машины просто ушли в никуда, и он с этого ничего вообще не заработал. Он только мне как бы помог, он только сделал выгодно мне. Себе он сделал как бы только в минус. Ты-ты-ты за лупа, понял? Регенда, это вон, X5 стоит, с теми менты боятся. Него не могу снять. СУКА! Я это знал! Вот, пацанская машина, сука, пацанская! Пацанский цвет, блядь, а не залупа какая-то, блядь. Блядь. Сука, да, блядь. Сука, я думал, ты пошутил, нахуй. Пятьсот драма в гос слил, нахуй, сука. ПОХУЙ! Тогда не делали. Сука, я думал, ты пошутил, блядь. Ты понимаешь, что ты сделал вообще? Не похуй. Вообще похуй. Понимаешь? Такой еблан, сука. Не, Америка, не сливай газон, не надо, нахуй. Да я солью, похуй. А если я у тебя куплю, ты его сколько продашь мне? Да я хочу в гос, я хочу в гос. Я хочу в гос его, нахуй, это. Полканов, бля. Ебан, ты долбай. Ну хотя так-то чё, похуй, ебан. Сейчас нахуй опять не поверят. Ося, вообще голодранится, ну чё делать-то будет? Посмотри в багажник сначала, там, может, есть чё. Я уже посмотрел, там ничего нет. Не, не сольёт, он, слушай, не сольёт. Не сольёт, говорит. Просто бы. Просто бы. Ебан, ты кончил, ебан, ебан. Ты просто конченый, ебан. Ты просто конченый. Экономику. Это, выравниваем экономику на 0.2. Ну что ж, ребятки, вот вы видели, в принципе, как это всё происходило. Это реально жёстко просто. Вы видели мою реакцию, как бы, на М5. Всё, в принципе, вы это увидели. Да, как бы, М5, честно, мне очень жалко, потому что я эту машину сам собирал. То есть, я на ней откатал 60 тысяч километров. Но я так подумал, то, что меня за 570 миллионов эту машину никто не купит. А я, как бы, хотел побыстрее уже отдать долг. Ну и вы сами понимаете, то, что сумма, как бы, 1,7 миллиарда, это очень много. Сейчас у меня, как бы, долг составляет 700 миллионов. 700 миллионов можно заработать, буквально, с финки, примерно за 3-4 месяца. Если кто-то думает, то, что это постанова, то, что мы с Максимом там договорились. Ничего подобного, ребята, я сам такого не ожидал. Да, я думал, то, что он, как бы, эту машину у меня заберёт. И просто будет на ней ездить, либо потом кому-то продаст. Но то, что он сможет её слить в ГОС, я об этом даже думать и мог. Поэтому, если кто-то думает, то, что это постанова, то, что это договор там и так далее. Ничего подобного, ребята, никто ни о чём не договаривался. Максим, как бы, сам так решил сделать. Не знаю, зачем, почему. Можете, как бы, у него спросить. Я до сих пор, как бы, не понял. Я думаю, как вы заметили, я уже приобрёл себе другую М5. Она такая же самая, практически, как была до этого. Только здесь нет, как бы, стробоскопов. То есть, я эту машину купил за 200 миллионов рублей. Да, нынче такие ценные М5, к сожалению, либо к счастью, я не знаю. Вот данный ПТС автомобиля. То есть, в принципе, всё нарядно, красиво. Даже два владельца, то есть. Поэтому, да, ребятки, будем собирать новую М5. Насчёт номеров не знаю. Возможно, выкуплю какие-то МУР, если будут продавать по адекватной цене. Либо поставлю какие-то именные номера. Возможно, какие-то фуллблаты, пиздаты. Ну, а так, в целом, ребята, в любом случае, да, жалко М5, но вы должны понимать, что это просто игра, это просто пиксели. Да, я эту машину собирал, я вложил в неё много денег. Тем более, такие предложения, ребята, поступают просто не каждый день. Я думаю, вы сами понимаете, то, что, как бы, за 570 продать М5, ребята, ну, я не знаю, кем нужно быть, но у меня, как бы, это получилось. Насчёт внешнего вида, я не знаю, ребята. Возможно, мы сделаем такую же М5, как у меня была фиолетовая. Возможно, придумаем что-нибудь новенькое. Но, пока что, эта машина в ближайшее время будет ездить именно в таком облике. Пока что, как бы, она мне и такая, на самом деле, нравится. То есть, такая чёрная, строгая. Неончик тоже довольно-таки прикольно выглядит. Возможно, она, как бы, такой останется. Возможно, я сделаю там её зелёную, красную, синюю, либо ещё какую-то. Короче, посмотрим. Не будем, как бы, загадывать, но, в любом случае, мы эту машину доведём до ума и сделаем такую же М5, как у меня была на фулл зелёном ПТСе. Здесь всего лишь стоит аудиосистема, первый чип там и так далее. Этот автомобиль продают за 60 миллионов, поэтому я решил всё-таки взять и купить этот автомобиль. Потому что, ну, я реально соскучился по этому кузову, по этому автомобилю, по этому управлению там и так далее. Я с радостью хочу купить этот автомобиль. Да, понятное дело, то что я его за месяц не соберу, даже, может быть, за год. Потому что, ну, собрать такую же машину, это будет очень сложно. Вот типа такого она была, по-моему, да, вот такая. Она не прям пиздец светлая была, она вот такая вот тёмненькая чуть-чуть была. Давайте я для начала покажу вам ПТС. Как бы, да, там ничего такого крутого, в принципе, не будет. Но уже, пацаны, здесь стоит нитро. Есть, как бы, три вида неона. Это радуга, градиент и вот такой вот однотонный, как стоит у меня на БМВ. Уже имеет вид, осталось поставить третий чип и, получается, поставить номера. Я не знаю, многие, возможно, будут меня осуждать то, что я в эту машину вложил столько денег. Проще было купить уже готовую. Я думаю то, что вас интересует, сколько всё-таки денег я вложил в данном автомобиле. У вас сейчас будет всё расписано на экране. То есть, подробно, что за сколько я купил, поэтому можете сами посмотреть и почитать. Я от себя скажу то, что вышло 247 миллионов. Сколько там? 50, да? Да, нету. Всё, выставляю. Так, 70 миллионов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Маруська, нахуй. Неси трусы. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Вот она, пацаны, вот она, сука. Рыба моей мечты, нахуй. То есть, весь тюнинг, который существует на проекте, есть в этой машине. В фонаре светили будто на дырну, Поднимаюсь по диктам назад, свежим. Дыр открытой тем, толпа передо мной, Покружаюсь в глубину её вина. Во внимание пацаны насобирались, За рассказами, скрывающими огонь. Понемногу вычертал отражание, Кто здесь спросит, с кем ты обречёшь покой. Скупит ты обречёшь, как тебе обречёшь, Саня в том, какой нарушил обувь. С кайфом, как сонно, она так чиста, И в отре, так манили себя остро. Сами, власть, вот из украины, так снатия, Победу, власть на твоей квартире. Сами, власть, 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 власть. Сами, власть, 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 власть.